С йогой я стала чуть-чуть счастливее, и каждый раз, когда йога снова возвращается ко мне в жизнь, когда я снова начинаю заниматься, я как-то чуть-чуть так поднимаюсь над всем этим тленом, бреном и чувствую себя лучше. А еще я вот с 16 лет занимаюсь в фитнес-клубах, постоянно что-то там подкачиваю, где-то там подтягиваю, а когда началась йога, мне моя учительница объяснила, что от йоги ты точно не похудеешь, от йоги ты не накачаешь ягодицы, например, возможно, но зато ты будешь довольна своим телом и довольна собой. И вот это как раз и случилось, собственно говоря, то есть сейчас я довольна собой. Мы некоторое время пробовали сделать ребенка, и у нас это категорически не получалось. Потом мы устали пробовать, поругались и на месяц разъехались с супругом. И этот месяц я очень жестко практиковала, у меня каждый день были женские классы дома большие, мы занимались так, что просто искры летели из-под ковриков. И как только закончился этот месячник йоги, мы встретились с мужем, мы сразу забеременели. Вот, дальше всю беременность я ежедневно занималась йогой, мы уехали на зимовку на острова, взяли с собой учительницу туда, там практиковали тоже каждый день обязательно. Муж занимался два раза в день, я один раз в день. Потрясающе мягкое тело, и спасибо большое учителям, что они сделали все-таки послабление для беременных. И вообще беременная йога – это просто сказка, песня, радость, никакого насилия над собой, все так приятно, тело такое податливое, мягкое. Я начала заниматься кундалини-йогой и занимаюсь до сих пор ей. Просто так случилось, что учительница, которая пришла к нам, она практикует именно кундалини-йогу. Я вполне допускаю и охотно верю, что и другие практики могут творить чудеса, и другие учителя могут творить чудеса. Но так случилось, что наша учительница, она такой воин кундалини-йоги, и это единственная известная мне спокойная, счастливая, стабильная женщина. И поэтому только это меня убеждает в том, что ее путь и ее практика правильная. Мне очень нравится, что йога наконец-то выходит из каких-то подвалов на улице. Я недавно занималась йогой на Красной площади, и я считаю, что это было какое-то совершеннейшее волшебство на фоне звезд Кремля прямо перед Лениным, который лежит в шавасане там уже 100 лет. Мы тоже под гонкой, лежали в шавасане, делали 108 суринамастар, это было волшебно совершенно. И такой большой фестиваль, мне кажется, это очень здорово, прежде всего для того, чтобы найти свою практику и найти своего учителя. Я думаю, что чудо случится, и если вам суждено заниматься йогой, то именно там вы найдете свою практику.